здравствуйте друзья вопрос выиграл женой green card молодец сейчас готовлюсь заранее с поиском работы так вот на данный момент я тим лид и работаю программистом стартапе слушайте вот людям-то все карты да прям на руках значит официально работаю три года до этого шесть лет занимался фрилансом на российский рынок веб-разработка и приложение для мобильных устройств на кеш что ли работал я не по ну хорошо со салф имплойт такой как в таком случае считается мой опыт только официально или можно считать все у меня нет высшего образования может ли мой опыт решить эту проблему в каком штате лучше искать работу имеет ли смысл показывать проекты на русском языке тут много вопросов то ну давайте мы попробуем так по мере поступления ну что же давайте по порядку будем значит когда вы ищете работу в соединенных штатах вот на местном рынке то тут я высказал два аспекта есть применительно к тому о чем мы сейчас говорим никто не спрашивает трудовую книжку и какую-то официальную запись вот в этой книжке знаете поэтому у вас опыт ваш не делится на то что вы можете официально подтвердить записью в каком-то документе и тем что не можете вот нет такого есть опыт вы его описываете вашем резюме безусловно я бы сказал что девять лет потому что не никакого значения не имеет как это было оформлено важно что человек работал вот это это существенно а то как он оформлял или как ему деньги платили или так как он налоги платил это никак не связано поэтому совершенно спокойно пишется девять лет вы можете первые шесть лет написать что вы были фриланс там веб-девелопер там или что-то это это все понимают о чем речь чертю тут такого-то по американским понятиям такой скажем self-employed нормально многие люди так работают это совершенно нормальный опыт значит вы должны либо написать в резюме что там за шесть лет выполнили там не знаю 35 проектов и так в общих чертах перечислить что за проекты но в смысле там технологии какие были и так далее вы можете сказать что там делал 35 проектов из них например там три-четыре там наиболее значительных вы подробно расписываете в этом резюме просто чтобы дать понять о чем речь так что вот вот как то так вы это делаете там еще есть момент состоящий в том как компания которая вас нанимает как она убедиться в том что вы не врете точнее не то чтобы они вас подозревают что вы врете но есть как бы официальная процедура так называемый там background check employment verification reference check там и так далее поэтому вам бы надо было иметь для референсов пару человек которые находятся в сша которые с вами работали ну или так или иначе могут вас охарактеризовать по работе желательно в сша это может быть не в сша но просто они тогда сложнее дозвониться они могут не говорить по-английски там и так далее да никто не требует у них справку с печатью что они реально с вами работали вот эти как карта прет вот так так вот с референсами теперь что касается импломент верификации но в конце концов вы работали в этой вашей организации у вас наверняка есть запись трудовой книжки вы конечно можете сделать там копию с трудовой книжки и перевести и так далее но здесь никто не понимает этого документа и я честно говоря никогда не слышал чтобы кто кто бы то ни было и так поступал значит вы можете конце концов дать им координаты вашей той конторы вы можете взять письмо из той конторы где вы работаете официально но если это можно бывает что вы не хотите нарываться и так стесняетесь но в принципе вот такое письмо могло бы быть там ну чем-то хотя обычно когда делают employment verification то все-таки хотят поговорить с официальным лицом письма как правило недостаточно вот но это вас вообще не должно беспокоить это это совершенно не 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 такая вот вещь который вы там паритесь вы говорите так 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 и так это первый ищите первую работу в сша понятно что все что было было в другой стране понятно что все что было в другой стране сложнее там верифицировать но есть интервью техническое вы можете показать определенную так сказать уровень знаний компетентности и вот от этого все будет происходить поэтому не не без не беспокойтесь вот по части официальные неофициальные там и так далее просто резюме хорош напишите и все они найдут как убедиться в том что вы работали последние три года в той конторе в которой вы работали и письмо еще раз неплохо и лучше чем ничего и если вы из трудовой книжки там запись наверно можно с собой трудовую даю это же ваш документ так нет мне кажется вас и никто не отнимет то есть вы можете с ней прийти вот ну в крайнем случае теперь что у нас как считается опыт так у меня нет высшего образования но ничего страшного вас никто не будет за это гнобить абсолютно то есть существенно можете ли вы делать работу может ли мой опыт решить эту проблему да безусловно опыт решает эту проблему вообще не проблема 19 летних берут 18 летних берут у них откуда у них образование в каком штате лучше искать работу вот это вопрос такой интересный в каком штате искать работу человеку который значит там программирует еще этим лиц абсолютно в любом штате полно работы то есть вы должны искать выбирать штат нефть не потому если там работа и много ли там работы и как вот там трудно ли устроиться вы должны искать выбирать штат по принципу другому чтобы вы могли там комфортно жить вас должна устраивать допустим погода климат да если вам если для которых это существенно может быть для тусовка какая-то ну большая русскоязычная чтобы себя комфортно чувствовали там практически любой большой город вас устроит это и нью-йорк и бостон и и майами и лос-анджелес и дэнвер и филадельфия и чикаго и сиэтл и портленд и сан-диего и кремниевая долина и оранж каунти и даллас и остин то есть все это вот в общем-то достаточно хорошо отвечает на этот вопрос то есть абсолютно в любое из этих мест вы можете ехать и у вас не будет проблемы с тем что вы не можете найти работу или что-то такое другое дело что есть как бы некая пропорция между заработком и стоимостью жизни и если вы будете например в нью-йорке или в кремниевой долине то выяснится что у вас зарплата может быть там на 20 процентов выше чем например в денвере но стоимость жизни выше вдвое и вот у вас и деньги уходит там на жилье особенно по первого по первости поэтому выбирайте из из этих соображений имеет ли смысл показывать проекты на русском языке это не вам не надо об этом думать даже если эти люди как с которыми вы сегодня разговариваете захотят видеть проекты на русском языке если у них есть интерес вы им покажете если у них нет интересно так чего будете напрягаться поэтому они у вас есть так и если им захочется вы можете показать коды например он тогда на любом языке понятный значит там какой-то график юзер интерфейс на любом языке понятный если вы говорите по-английски и иллюстрируете там свой рассказ как каким-то там программным продуктом на каком-то языке ну ничего страшно нормально может быть на арабском может быть на там на персидском я не знаю там на русском а какая разница ну если люди хотят что-то понять о вас как о специалисте по кодированию там или может быть по дизайну такого плана вот так что я я бы не не ставил каких-то ограничений и не брался бы решать вот если им будет интересно они посмотрят а так я вас уверяю что если по вас даже был диплом о высшем образовании никто бы его смотреть не стал вот у меня их два плюс аспирантура и я все все как-то с собой даже в кармане носил все думал сейчас спросят никогда никто не поинтересовался один раз я уже сам вот так без того чтобы спрашивали я бы хотите посмотреть а не как покажи я показываю красную корочку там есть тут связи они смотрят и год над же как смешно диплом выглядит о высшем образовании отдали обратно и все по-русски никто не читал поэтому это это все гораздо проще чем может показаться здесь вообще все очень упрощено до предела так что это будет приятным сюрпризом существенно то что вы имеете кусок хлеба неплохой с маслом даже с икоркой так в виде профессии и опыта девятилетнего существенно что вы выиграли гринкарт лотерею счастливчик такой понимаете вот и вы упакованы как я не знаю что то есть мечтать о том чтобы быть упакованным больше чем вы это можно только мечтать то есть наверняка всегда кто-то найдется но это просто как какое-то фантастическое исключение патентованное в этим так что вы может быть в одном двух процентах наиболее таких везучих людей которые этим делом занимаются поэтому расслабьтесь и может быть там на язык английский там при нолях тенина как как у вас языком вот язык это гораздо большая проблема чем все остальное что может сегодня показаться проблемой счастлива